Всем привет! С вами компания 3DIY, меня зовут Валерий, и сегодня у нас обзор 3D-принтера Prusa i3 Steel V2 нашего производства. Для тех, кто только заинтересовался 3D-печатью, расскажу небольшую предысторию про появление принтеров такого типа и их особенностей. В 2005 году был запущен проект RepRap, цель которого — создать устройство для быстрого прототипирования объектов, созданных на компьютере, также с возможностью самокопирования. В 2012 году на базе этого проекта Джозеф Пруша представил свою модель 3D-принтера, которая хорошо себя зарекомендовала в основном своей простой кинематикой, доступной практически каждому энтузиасту. Такая кинематика подразумевает под собой следующие моменты. Печатающая голова может перемещаться по осям X и Z, стол перемещается по оси Y. Проект RepRap является открытым, и данная кинематика в настоящее время используется в огромном количестве 3D-принтеров от самых разных производителей. Кто-то делает упор на очень низкую стоимость, а кто-то на качество и простоту использования. Так давайте же поговорим о нашей версии Пруша i3. От модели, представленной Джозефом Прушей, здесь осталась, пожалуй, только кинематика. Вся механика и электроника переработаны конструкторами 3D-iY. Отсуждать мы будем вторую версию этой модели. Она, кстати, довольно сильно отличается от первой. Была добавлена масса улучшений, многие из которых сегодня мы затронем. Итак, начнем с механических составляющих принтера. 3-миллиметровая стальная рама. Во всех основных частях корпуса принтера расположены ребра жесткости, защищающие конструкцию от каких-либо возможных перекосов в нормальных режимах работы. Конструкция полностью не горючая, что позволяет размещать принтер дома или в офисе, не переживая за пожарную безопасность. С таким корпусом вы можете не переживать, что принтер развалится на средней скорости печати, когда вы отвернетесь заварить себе чай. Модули с линейными подшипниками. Их использование приятно и со стороны продуктивности, и эстетики. Такие модули более износостойкие и хорошо дополняют металлический дизайн корпуса. У других производителей, да и в нашей старой модели, линейные подшипники крепились на корпус стяжками. И это не очень надежный метод крепления. Тут же каждый модуль крепится на шурупы, что повышает его надежность работы. Для перемещения также используются 8-мм валы, дающие большую надежность в сравнении с 5-мм валами. Валы упираются в стальные фиксаторы. Каретка, экструдеры и нагревательный стол перемещаются ремнями GT2-6. Ими пользуются практически всегда. Они удобны и проверены временем. Со временем ремни изнашиваются, но достать новый ремень такой модели несложно. Оба ремня можно подтягивать натяжителями. Это упрощает установку ремней и обеспечит идеальное сцепление для лучшей работы принтера. С правой стороны рама в виде металлический корпус, состоящий из модулей. Корпус открывается очень просто, а через прорези с фронтальной стороны принтера при желании можно разглядеть материнскую плату. Корпус имеет массу прорезей и отверстий, большая часть из которых для вентиляции, а снизу спрятаны отверстия для проводки. Установлен нагревательный стол на 12 вольт. В принтере установлен экструдер BMG, аналогично известному в кругах 3D-печатников, экструдеру от компании Bontech. Такая конструкция экструдера зарекомендовала себя как особо надежная, уверенно выполняющая свою функцию. Итак, о плюсах экструдера. Используется редуктор, который позволяет ставить менее мощные, но более легкие моторы. Высокая универсальность. К примеру, есть болт для регулировки прижима пластика, что позволяет печатать как твердыми, так и мягкими пластиками. Подбирая под каждый материал наиболее оптимальные условия. Используются две шестерни подачи пластика, которые синхронизированы между собой зубчатой передачей. Это увеличивает тяговое усилие экструдера, равномерно распределяет давление на сам пластик и предотвращает его деформацию при подаче. Даже при незначительном поджимании пластик продавливается лучше, чем на любом другом экструдере. Переходим к электронике принтера. В базовой комплектации используется зарекомендовавшая себя надежная плата 8-бит, МКС, Ген и Эль последней версии. Плата проста и удобна в использовании. А если вы планируете эксперименты с апгрейдами электроники и различными более углубленными настройками печати, возможно, стоит рассмотреть комплектацию этого принтера сразу на 32-битной плате BigTreeTec SKR V1.3. На сайте 3DIY можно указать такую комплектацию принтера при приобретении. Кстати, там есть и другие примочки, которые можно добавить при покупке. На плате установлены драйверы шаговых двигателей А4988. В комплекте сразу используются оптические концевые выключатели, более надежные и точные, что особенно важно для CZ. Механические концевики могут быстро прийти в негодность, а их неисправность может привести к поломке других деталей принтера. Принтеры можно подключить по меню USB к компьютеру. Порт расположен на задней стенке корпуса с электроникой. Рядом с дисплеем расположен слот под SD-карту. Кстати, о дисплее. Диагональ 2,4 дюйма с разрешением 128 на 64 пикселя. Дисплей классической конфигурации для такого аппарата простой и функциональный. Управляется удобным энкодером с подсветкой, поддерживает подсветки разных цветов. Работает на открытой прошивке Marlin. Ничего не урезано, не заблокировано. При желании можно перепрошить на любую другую, например, более свежую прошивку, которой не было на момент приобретения принтера. А теперь перейдем к самому главному. Качество печати на данной модели принтера. Первая модель калибровочный куб из пластика PG компании Streamplast. Температура сопла 230 градусов, 180 градусов, слой 0,15 мм. Скорость 70 мм в секунду. Все отлично. Геометрия куба соблюдена. Ровные грани гладкие на ощупь. Есть ничтожный маленький потек в букве X. Теперь кораблик Bencher. Тот же PG. Температура сопла 230 градусов, 180 градусов. Слой тот же 0,15 мм. Скорость 60 мм в секунду. Все стенки шикарны. Все слои лежат на своих местах. Нет никаких даже еле заметных смещений. В точках максимального нависания видны небольшие потеки, но ничего критичного. Их трудно заметить невооруженным взглядом. Руль внутри кабины кораблика не искажен. Имеет форму ровного круга, как и положено. А теперь давайте рассмотрим комплексный тест. Все та же марка PG. Температура сопла 230. Стол 80 градусов. Слой 0,15 мм. Скорость уже 40 мм в секунду. Тест весьма сложный. В отличие от других моделей, на нем сразу можно заметить не до конца откалиброванный поток и ретракт. Но с такими настройками принтер показал себя весьма хорошо. Внешние стенки, не только горизонтальные, но и находящиеся под углом, не имеют шероховатости. Ощутимых на ощупь. Все линии идеально ровные. Из-за небольшой переэкскрузии можно заметить потеки на буквах внешней стенки. А по буквам на внутренней, основной части теста, легко понять, что тест рассчитан скорее на сопло 0,3 мм. Смотрим на тест с нависанием. Результат весьма хорош. Первый потек появляется при наклоне 60 градусов. Мостики. Первое, заметное при близком рассмотрении провисание, появляется на 15 мм. Причем его величина примерно одинакова с величиной провисаний на более длинных мостиках. Эти провисания весьма небольшие. Наверняка их можно было бы избежать с идеально откалиброванным потоком. И переходим к самой сложной части теста. Маленьким башенкам. Да, начало было весьма хорошим, но выше настройки ретракта дают о себе знать. Что ж, в следующий раз нужно будет его подтянуть. Теперь давайте взглянем на бюст Дэдпула, напечатанный на средней скорости 60 мм в секунду. И изучим его детализацию. Напечатан из ПЛА при температуре 210 градусов без поддержек. Каждая деталь с фронтальной стороны выглядит ровно так, как и должна. Ничего не поплыло, виден каждый шов, каждая застежка. Вот и пиковый туз. Самая тонкая, объемная часть этой модели напечатана без подтеков и прочих недоразумений. Малозаметные подтеки можно заметить только на срезах рук нашего Дэдпула. Прекрасная модель. Ну и для демонстрации результата быстрой печати возьмем горшок из синего ПЛА. Печатали на скорости 100 мм в секунду. Эти шероховатости уже чувствуются пальцем, но вся основная геометрия модели соблюдена, а значит такую модель можно обработать, например, наждачкой и придать ей идеально гладкий вид. Также на сайте можно заказать как собранную версию принтера, так и кит-набор для самостоятельной сборки. С кит-набором можно весьма неплохо сэкономить, плюс сразу же на практике получше разобраться с конструкцией всего принтера. Если вы начинающий энтузиаст, вам интересна 3D-печать и у вас есть достаточно времени, чтобы собрать принтер, к слову, выходных на это точно должно хватить, то рекомендую к приобретению именно кит-набор. Если же говорить об уже собранном принтере, то вы наверняка обратите внимание на то, что провода, коих в принтере обычно немало, абсолютно не бросаются в глаза. А все дело в том, что производитель обеспечивает, во-первых, качественную сборку, а во-вторых, под каждый проводок действительно предусмотрено свое тайное место. Конечно, эти места указаны в инструкции по сборке, и никто не помешает вам собрать принтер на аналогичном уровне у себя дома. Просто по себе и своим товарищам знаю, что на этапе подключения проводки уже не терпится включить принтер в работу, и фокус сам по себе смущается на скорость подключения электроники, а проводка в лучшем случае прячется уже после первой отпечатанной модели, а иногда и не прячется вовсе. Давайте подведем пробежуточный итог. Как же можно охарактеризовать эту модель принтера? Мы имеем стальной открытый корпус, всеядный экструдер, область печати 200 на 200 на 270 миллиметров, надежная механика и электроника. Такой принтер можно использовать как для самостоятельного использования в домашних условиях для хобби, так и для профессиональных целей. Принтер может стать хорошим помощником конструктору, макейчику, дизайнеру, да и людям многих других профессий. Открытая конструкция, конечно, не защитит от перепадов температуры чувствительные пластики, но всегда можно приобрести короб для теплоизоляции принтера или же сделать его самостоятельно. Модель вполне можно рассмотреть в качестве ячейки для фермы по 3D-печати. Надежная многофункциональная конструкция с размером 270 миллиметров по оси Z может осуществить потребности многих людей. Принтер не нуждается в частном присмотре и способен спокойно выполнять непрерывную печать на протяжении многих часов. 3DIY предоставляет гарантию с технической поддержкой. Все эти моменты однозначно говорят о том, что эта модель значительно лучше любых китайских аналогов, чью доставку порой приходится ждать месяцами и не имеющих хорошей русскоязычной поддержки. С вами были 3DIY с обзором 3D-принтера Prusa i3 Steel V2. А на сегодня все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, инстаграм и аккаунты в других социальных сетях. Пока!